В общем всё, это будет дикий разнос на мои прошлые отношения с не очень приятными типами. Я это снимаю просто из-за того, что ты козёл, Артём, ты козёл. Вот как можно было так поступить с человеком везде, вот пару раз предлагать встречаться, и тут же взял и бросил. Что, прости? Зачем предлагал? Ладно, всё, начну по порядку. Артём, это друг Рома. Рома, мой первый бывший, то есть это мой первый парень, который у него вообще был. Мы с ним познакомились в школе, благодаря нашей общей подруге. Это была очень заманчивая история, то есть я её защищала от этих мальчиков. В итоге они пришли на меня, мы как-то познакомились, разнакомились. В общем, Рома предложил мне встречаться на этой грибе. Ну ладно, я немного порасусолила, то есть около месяца я думала. В то время, как он звонил мне, писал, говорил, что он что-то с собой сделает, если я не соглашусь. В общем, да. О его втором друге Виталике я вообще промолчу. Это вообще отдельная тема, о нём можно просто очень много разговаривать, потому что это странный человек, который вроде бы как пытался стать мне другом, но в итоге он сказал, что вообще не собирается со мной общаться, из-за того, что он влазит в мою личную жизнь. То есть я что делаю, из-за моих поступков он перестаёт со мной общаться. Ну типа, что? Ты тут вообще никаким боком. Причём тут дружба к моим отношениям. Простите, но я не понимаю. В общем, я говорю быстро, потому что это спидфейнды, и они не очень долго длятся, около 4 минут, поэтому я очень быстро говорю и хочу всё вместить в одно видео. С Ромой мы встречались около двух раз, то есть эти два раза были около 2-3 месяца где-то. После первого расставания мы с ним вроде бы как оставались друзьями, но после второго расставания, вот у нас прям вообще, мы стали плохими бывшими, мы друг друга оскорбляли в школе, мы друг другу пинки давали, мы просто друг друга почему-то ненавидели. Я не знаю почему. В общем, я-то даже вспомнил момент, когда мы с подругой были в коридоре, и он начал меня задирать, то есть меня и мою подругу. То есть он такой типа, эй, шлюхи, типа, что-то нам там хотел сказать. Думаю, Настя такая типа, чё, хурмя? Я не поняла. Просто у него ещё был телефон в руке, а она пыталась его типа пинок дать что-ли, но в итоге попала с ноги прям ему в руку. Рука типа отпустила телефон, и телефон полетел на пол. То есть я такая, всё, нам пипец, телефон разбился, придётся новый покупать, чё делать вообще? Он поднимает телефон, а там просто одна трещинка на тухой, типа, ну вам повезло, повезло. И я такая типа, мы очень часто с ним ругались, мы часто с ним дрались даже на переменках. В общем, бред сумасшедшего просто. С этим Ромой мы встречались два раза, месяцев так по три. Я вообще не понимаю, как я терпела этого человека. Он какой-то ревнивый, что ли, обидчивый, какой-то... Ты клоун. Меня клоуниха называл. Вообще-то мы с этим Ромой сейчас вроде бы как в дружеских отношениях, но судя по тому, как он мне пишет, как он мне отвечает, видимо нет. То есть пару дней назад я ему написала, то есть... Ну типа, он поменял имя, фамилию, и я такая типа, о, поменял. Круто, даже так. Он просто мне ответил, типа, чё ты юзаешь, типа, смайлик клоуна. Ты знаешь правила токсичности? Вот я не понимаю, что за правила токсичности. Вот я у него спросила, он мне до сих пор не ответил. Что за правила токсичности? Я впервые слышу о таком. Что? Какие правила токсичности ВКонтакте? Чё за бредятина? В общем, этот человек познакомил меня с Артёмом. Вот этот мой, самый последний бывший, который меня вчера бросил. Вообще, я не обижаюсь. Вообще, мне всё равно. То есть, этого человека, я не знаю, и всё. Пусть я этому человеку помогала в продвижении канала, пусть я этого человека поддерживала, пусть я была с ним всегда рядом, пусть я с ним всегда общалась. Мне всё равно. Мне жалко такого человека, который просрал меня. То есть, я человек отзывчивый, то есть, реально, который волнуется за свою половинку, то есть, типа, я не понимаю, как можно было взять и расстаться. То есть, типа, ладно, мне это всё равно. Я рада, что, наоборот, избавилась от такого человека, который не ценит такие качества. Вообще, всё. Я обиделась. Ужасно. Я ему даже отвечать теперь ни на что не буду. Я отписываюсь от его канала. Всё. Всё. Я обиделась. Вот эти два человека, они ужасно меня обидели. То есть, мы с ними встречали, я с ними встречалась. Они одинаковые. Вот, лучшие друзья, они как будто притягиваются друг к другу. Они ужасно похожи. То есть, один кидок, второй кидок. Это просто ужасно. То есть, вчера я захожу вконтакте и вижу сообщение. То есть, вы бы знали, какого характера. Вы бы знали, какой это Артём, что он мне пишет. Я, пожалуй, промолчу, потому что я не хочу его позорить. Я просто делаю разнос, потому что мне неприятно от этой ситуации. И прикол в том, что этим людям по 13 лет. То есть, им скоро 14, и не скоро будет паспорт. Они уже как бы взрослые и должны понимать, что они отвечают за свои поступки. То есть, они несут за это ответственность. То есть, они делают человеку неприятно. Они должны понимать это. Откуда? Мало чего, что они не понимают, что они творят. Они ещё сверху меня и унижают. То есть, они перекидывают свою вину на меня. То есть, в том, что это я виновата. То есть, я как это неинтересная, я как это не такая и так далее. Нет, мальчики. Тут наоборот. Тут всё дело в вас. Вы либо глупые, либо вы ещё не выросли, я не понимаю. Вы в своей жизни ещё ничего не добились. Вы практически никто. Вы перешли в 8 класс. и пытаетесь как-то унизить меня. То есть, я заканчиваю 11 класс. Я веду свой YouTube канал. Я художница. В следующем году поступаю в институт. Получаю гражданство. И вы, простите, будете меня оскорблять. Вы понимаете вообще, что вы творите? Вы идиоты или да? Вы понимаете, что мне на это совершенно плевать? То есть, я от таких пятнышек, вот таких вот, маленьких, чёрных, на большом белом холсте, я просто не вижу вас. Всё. Вас для меня нет. Вы дно мира просто. Я согласна вот всем, как Рома себя подписал, социалист-ботом. Я надеюсь, вы знаете, я переведу социалистическое до. То есть, до общества. Я с тобой согласна, это реально дно общества. Ты не зря так думаешь. Потому что, нормальный человек, так бы не поступал с человеком, с другим человеком. То есть, я пытаюсь как-то идти на контакт, я пытаюсь как-то помириться. А тут, мне в ответ, просто, что, меня просто унижают, меня просто оскорбляют, как-то обсирают. Отлично вообще. Отлично. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете вообще об этой ситуации. Я могу сказать в заключение только то, что, пожалуйста, думайте, с кем вы начинаете встречаться. Сначала нужно разнакомиться с человеком, понять, что он за личность, чем он занимается вообще, кто он, что он из себя представляет. И только после более близкого знакомства уже думать. А не сразу с бухты-барахты вот так вот го встречаться. Ну да, го. нет. Это ерунда, понимаете? Если пусть будут отношения, то пусть будут нормальные, здоровые отношения, а не вот эта ревность какая-то, истеричка какая-то, девушка, парень ревнивый. Вот эти вот, это не здоровые отношения, то есть это какой-то собственник. Нет. Это не здоровые отношения. Это должно быть избавление от проблем. Я повторюсь, это избавление от проблем, а не создавание новых. От отношений не должны страдать. От отношений наоборот, должны кайф получать, какую-то поддержку получать из второй половинки. Они наоборот, тебя просто унижают. Что? Прости. Ну что ж, на этом я закончу свое видео. Я повторюсь, напишите в комментариях, что вы думаете об этой ситуации. Пожалуйста, напишите, мне будет интересно почитать, и возможно в следующем видео некоторые комментарии попадут в начале видео. И кстати, вы можете также написать в комментарии, чью оску или чьего персонажа нарисовать в следующем видео. То есть, как видите, я рисую персонажа в своих подписчиков. То есть, меня просят, я рисую. Я беру совершенно бесплатно. мне главное, чтобы вы скинули мне персонажа. То есть, либо я у вас на видео посмотрю, либо вы мне скиньте, пожалуйста, какую-то соцсеть. Кстати, надо будет добавить свои соцсети, наверное, в полезную ссылку добавлю, либо в описании канала. Вот там вот все будет. То есть, со мной обратная связь в любом случае будет. Я есть практически во всех соцсетях, так что со мной связь будет. Все, на этом видео заканчиваю. Всем пока, спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok